Издательство Бомбора. Океан книг. Ты — причина. Почему мы всегда получаем то, чего заслуживаем? И как навести порядок в семье и в жизни? Юлия Ивлиева. Читает автор. Обращение к слушателям. Наш мир — не хаос, а череда закономерностей. Вот только большинство людей о них не знают. Им кажется, что события в жизни происходят случайно. Что они хорошие и плохие — это лишь совпадение. Когда происходит то, что меняет ход нашей жизни, мы думаем, вот не повезло. Не встретился плохой человек, я оказался ни в том месте, ни в то время. Мы радуемся, расстраиваемся, испытываем какие-то смешанные эмоции и идем дальше. Человеку проще оставаться в неведении, не разбираться, почему именно это произошло в его жизни. И как много возможностей он по этой причине упускает. В этой книге я показываю на примерах из жизни, что ничего случайного в нашем мире нет и быть не может. Люди, события, предметы, космос и информация связаны между собой. Научившись анализировать причинно-следственные связи, вы осознаете неслучайность событий, явлений и чувств. В PDF-приложении вы сможете увидеть схему. В ее центре человек, а вокруг несколько слоев, которые отражают его связи. Первые три слоя – тело, рот и социальное тело – связаны с людьми. Следующие два слоя – пространство и космос – относятся к материальному миру. Последний, шестой слой – информация. Стоит особняком, потому что его нельзя увидеть и пощупать. Первый слой – тело. Самое близкое, что у нас есть, с чем мы живем 24 на 7. У каждого складываются особые взаимоотношения со своим телом. Кто-то о нем заботится, чистит, лечит, укрепляет, оздоравливает, выгуливает. А кто-то его ненавидит. Переделывает, перекраивает. Подробнее об отношениях с телом и о сигналах, которые оно подает, я расскажу в главе 6. Второй слой – рот. Поскольку наше тело состоит из клеток мамы и папы, мы сохраняем родовые взаимосвязи. И совершенно не важно, общаемся мы с родственниками или нет, знаем о их существовании или нет, в любом случае мы с ними связаны. Причем иногда настолько, что повторяем какие-то события из жизненного пути далекого предка или испытываем те чувства, которые проживает родной человек прямо сейчас. Надо заметить, что родственные связи есть не только у людей. Мозг человека привык воспринимать пчелу как отдельное насекомое. Но если посмотреть объемнее, то выяснится, что каждая пчела выполняет определенную роль. Каждая связана со своим ульем. У нее конкретная функция. Происходящее с одной пчелой происходит со всем ульем. О родовых связях и о законах, которые действуют в родовых системах, речь пойдет в главе номер 3. Третий слой – социальное тело. Это огромное количество людей, связи с которыми нам не очевидны. С большинством из них мы даже не знакомы и никогда не увидимся. Мы обычно рассуждаем так. У меня есть два друга, любимый человек, одна подруга и три члена семьи. С ними я общаюсь. Еще несколько десятков человек я просто знаю. Одноклассники, соседи, коллеги. Я не общаюсь с кем-то еще и ничего о них не знаю, значит, я с ними не связан. Это ошибочное мнение. Неочевидные социальные взаимосвязи обнаруживаются, когда что-то происходит. Вы никогда не встречались с каким-то человеком, но, получив информацию о нем, не можете остаться равнодушным. Вы смотрите телевизор и узнаете, что олимпийское золото завоевал спортсмен родом из вашего города. Вы его не знаете, но он родился на той же земле, что и вы. Это вас объединяет. И при упоминании этого незнакомого человека включается эмпатия. Люди переживают за свой народ и страну, например, во время войн или стихийных бедствий. Могут сочувствовать жителям города и страны, где когда-то побывали. Кто-то продолжает ощущать взаимосвязь с первым местом работы, даже если не заходил в тот офис 15 лет. Да и коллектив в организации полностью обновился. Такие связи невозможно игнорировать. Если у тех, кто входит в ваше социальное тело, все хорошо, то и вы чувствуете себя более счастливым и здоровым. Вы читаете в интернете, что в вашем родном городе произошло что-то хорошее. Центральную улицу обновили, историческое здание реставрируют, пляж почистили, или уровень смертности снизился, и вы чувствуете себя лучше, чем пока об этом не узнали. Несмотря на то, что переехали из этого города еще в детстве и не поддерживаете связь ни с одним его жителем, а если напротив узнаете негативные новости, социальное тело начинает болеть. Четвертый слой. Пространство. Наш дом, город, государство и все материальное, что есть в мире. С объектами пространства мы тоже тесно соединены. Хотя эта связь менее понятна, эзотерическая. В главе номер один я расскажу о законах пространства, объясню, как оно общается с людьми, научу замечать и интерпретировать знаки и сигналы пространства. Пятый слой. Космос. Солнечная система. Меняются времена года. Светит солнце, идет дождь, день переходит в ночь. От этого зависит. Наденем мы сегодня шубу или шорты, будем пить горячий чай или есть мороженое. До сих пор на планете есть места, где смену времен года отмечают как большой праздник. Например, день летнего солнцестояния, который у многих народов имеет отдельное название. В Казахстане, Азербайджане, Иране и многих других странах отмечают праздник весеннего равноденствия — Навруз. Солнечное затмение и полнолуние влияют на самочувствие и эмоциональное состояние людей, и это замечает практически каждый. Более глубокое влияние космоса на жизнь и судьбу человека изучает астрология. Если вы сходите на консультацию к астрологу, то поймете, что важно все — дата и точное время рождения, расположение всех планет в этот момент, и даже направление движения Меркурия во время заключения важных сделок. Шестой слой — информация. Все происходящее в мире появляется сначала на уровне информации. Приходит в голову мысль, а не сварить ли мне борщ, пока еда существует лишь в виде информации. Кто-то придумал, потом решил приготовить, и только потом пошел материализовывать этот самый борщ. Человек даже начинается с информации, появляется код ДНК, в котором заложены данные. Кто родится, мальчик или девочка? Какого роста, с какой формой носа и цветом волос? Ребенок слабый и болезненный или в нем заложен потенциал, способный сделать его чемпионом или нобелевским лауреатом? Информация невероятным образом влияет на человека. Какое-то событие еще не произошло, но стоит запустить информацию о потенциале этого события, как жизнь начинает меняться уже на материальном уровне. Владелец крупной компании написал пост в соцсети о перспективах развития своего бизнеса. Или появилась новость, что парламентарии готовятся обсудить законопроект, и окружение начинает адаптироваться к этой информации. Растет или снижается цена на нефть, меняется курс доллара, растут цены на определенные товары в магазинах. Эта книга даст вам основу для понимания мироустройства и своего места в нем. Если раньше вы жили в уверенности, что жизнь — череда случайностей, то закончите прослушивание книги с четким пониманием, что это не так. Вы поймете, по каким законам живет наш мир, какие взаимосвязи в нем существуют, осознайте, что вы не одиноки, а тесно сплетены с другими людьми, с материальным миром и с миром информации. Вооружившись этими знаниями, вы научитесь налаживать и менять эти связи, а с ними и свою жизнь. Слушайте книгу, изучайте устройства мира и решайте жизненные проблемы. Возможно, иногда у вас будет возникать сопротивление, недоверие и вопросы. Это правильно и нормально. Что-то станет понятно после прослушивания нескольких минут, а что-то даст вам пищу для дальнейших размышлений и материал для исследования нашего многослойного мира. Читайте книгу в своем темпе, выполняйте практические задания, которые есть в каждой главе, неформально, а с максимальной вовлеченностью и не торопясь. Расскажу вам о содержании каждой главы, чтобы вы знали, чего ожидать. В главе номер один я покажу, как пространство вокруг человека и его внутренние процессы влияют друг на друга. В главе номер два мы немного покопаемся в себе, узнаем, почему важно быть честным, как слова влияют на нашу жизнь и каким образом внутри нас уживаются разные личности. В главе номер три речь пойдет о нашем месте в родовой системе и о том, как эта система на нас влияет. Спойлер. Как минимум семь поколений предков могут нам активно помогать или мешать достигать целей, растить детей, создавать семью, быть здоровыми и счастливыми. Мы затронем важную тему и иерархию в родовой системе. Чтобы вам не говорили окружающие, но именно старшие члены рода должны помогать младшим, а не наоборот. Из главы четыре вы узнаете о трех разных возрастах человека энергетическом, физическом и по паспорту. Ох и не просто быть подростком в теле 70-летнего человека, которому по паспорту 50 лет. В главе пять мы обсудим тему, которая волнует любого человека в любую эпоху. Поиск своего предназначения. Как и где его искать? Когда начинать? Может ли у человека быть несколько предназначений? Да и на другие вопросы о месте человека в мире найдем ответы. Разбирая главу номер шесть, вы научитесь смотреть на окружающих другими глазами. Сможете считывать человека через тело, каждая часть которого о чем-то говорит. А еще мы вместе рассмотрим, что соединяет тело человека с его родом, и как разобраться с проблемами, связанными со здоровьем, например, с лишним весом. Знакомись с историей рода и не прибегая к крайним мерам. Глава номер семь, завершающая. Она посвящена избавлению от груза обид и обретению иного качества жизни. Я помогу вам выполнить практику прощения, и вы пойдете вперед к новым знаниям, открытиям и новой жизни. Итак, начинаем трансформацию. Не могу удержаться и уже сейчас предлагаю выполнить первое задание. Простое, но от этого не менее значимое. Практическое задание номер один. Сделайте селфи и сохраните его, только случайно не удалите. Добавьте вызбранное. Оно понадобится вам, когда вы закончите прослушивать эту книгу. Если есть возможность распечатать фотографию, сделайте это и прикрепите ее в дневник изменений. Не позируйте, не наносите яркий макияж. Фотография должна отражать ваш внешний вид здесь и сейчас, перед началом работы над собой. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова